Дорогие друзья, недельная глава БО, египетские казни. Саба объяснил слова Гмары. В Торе начало тире дар милосердия и конец дар милосердия. О чем это? Если эта тема фигурирует в начале и в конце, значит она пронизывает всю Тору. Великий Раббит Хафицхайм специально исследовал каждую главу одну за другой. И в книге Агават Хэсет нашел милосердия в каждой главе. И вооруженный этим чудесным правилом, давайте поразмышляем о первой и десятой казни вместе. Выясняется, что все они, первое и последнее, указывают на одно и то же. А значит эта тема становится центральной осью. И вокруг нее все остальные казни. В первом случае что произошло? Нил превратился в кровь. Рыба в реке умерла. Нил был жизнью для Египета. Ничего себе. Это была вода для питья, полива растений. Вдобавок он давал рыбу, потому что египтяне молились на кост на этих. И не ели их. Скот воспринимался как божество. Но главным образом египтяне гордились тем, что Нил разливался сам. Не было ирригации. Он сам ворошал поля без всяких усилий. И Нил был Богом. Для египтян он был Богом. Они возлагали все упования, все надежды. А теперь он превратился в кровь. И оставил их, ну, безмятежными. Ой, простите, беспомощными. Во время последней казни также он пробрался в окна. Не было дома, в котором не было умершего. Написано, был великий вопль в Египте. Но это не стало неконтролируемой гибелью, как и эпидемией, которая оставляет после себя опустошение. Нет, умирали первенцы. Первенец считался гордостью семьи, надеждой родителей, защитником, покровителем. Это была опора. И здесь и там одинаковое послание в первой и последней казни. Это были болезненные удары, поражающие саму основу жизни. Но урок, извлекаемый из происшествий вот этих, проникал не только в душу. Смотрите, казни ударяли по гордыне, разрушали то, на что возлагались надежды. Они оставляли после себя смятение, подавленность, беспомощность, беззащитность. Привычная картина мира рушилась для людей. Они думали, что все вот будет так, как сегодня. Написано, чтобы ты знал, что Богу принадлежит земля. Все в его руках, а ты без помощи перед ним. И как только ты начинаешь возлагать надежду на что-то или на кого-то, все происходит вот такая вот история в твоей жизни. Если ты полагался на деньги, ты произведешь что-то с деньгами, полагался на какую-то там, я знаю, корочку какую-то человека. Все будет то же самое. В таком же ключе надо исследовать вообще все казни. Дом это убежище для человека. Лягушки им захватили. Они пробрались повсюду, под одеяло, везде. Тело это убежище для души. Но вши и язвы поразили его. Человек искал безопасности на улицах, туда вылезли дикие звери. Полагался на свой скот и стада, но мор их сразил. Полагался на что? На урожай, его побил в град и появился ранча. Получается, что по крайней мере на порядок дня и ночи можно. Но сменился порядок дня и ночи, перестала появилась тьма. Короче, здесь проявилась не просто тяжесть наказания и не просто знание о том, что творец властвует над всем. Более того, тут произошло мир, египтян треснул и рухнул, разбился на осколки. Все на что они полагали, все надежды, все подвело, все не выстояло. Нам было обещано в книгах, что как во дни исхода из страны египетской, явлю тебе чудеса. Давайте посмотрим вокруг и увидим, разве египетские казни не повторяются вновь и вновь, расшатывая все виды убежищ. Все системы мирозрения рушатся. Военные, кто-то полагался, рухнули. Политические, рухнули. Социальные, рухнули. Экономические, рухнули. В Израиле всегда полагались, вот цахал это все, рухнуло. И так что получается? Как у Ирмияку? Благословен муж, уповающий на Бога. И будет Бог убежищем его. Был такой автор книги «Нам Элемелих», и он писал, чтобы ты рассказал в уши своему сыну и внуку, как я издевался над Египетом, написано. Что это такое написано? Очень просто написано, что мы должны помнить, что не просто Бог шел там поиздеваться ему хотелось. Нет. Он нам, он нам. Вот каждому из нас он хотел все это рассказать и показать. Что произойдет, если мы будем опираться не на Бога? Если мы будем опираться, повторяю, на деньги, на социальную защиту, на военную, на она. Вот я умный там и так далее. Ничего не получается. Общий принцип такой. Мы специально рассказываем о чуде, чтобы это чудо нам светило, чтобы каждый увидел одно. Что в любой ситуации, когда ты считаешь, что что-то является моей опорой, не опирайся на нее. Есть одна опора наверху. И вот эта опора, вот из казни надо вынести один такой, вы знаете, для себя такой серьезный результат. Опора только наверху. Все опоры внизу не существуют. И чтобы закончить на оптимистическом, я сейчас скажу, что Савранский Рэбе предлагал следующий ответ. Где я в этой истории, вот про выход из Египта? И он говорит, что всякий раз, когда нам, не Гибко, говорится на юриде, это плохо, когда нас одолевают заботы, проблемы и так далее, когда у нас что-то не ладится. Выход из Египта эгоцентризма такой. Помогите сочувствием, улыбкой, деньгами, какому-нибудь своему ближнему. И вы увидите, как вы намного легче выйдете из стесненных обстоятельств. Помощь другому помогает тебе. Брахала от слаха.